Ну что, приступаем к приготовлению теста. Я буду готовить полмерки, потому что мне много не надо. В заморозку я, наверное, отправлять не буду. А вы, если сделаете на полную мерку, умножите на 2, все это на пергамент и в холодильник. Я вам, конечно, это все покажу. Что нам необходимо? Это 1 желток, щепоточка соли, уксус 9% самой обычной, пол чайной ложки, 100 миллилитров воды, 225 граммов муки и пол столовой ложки растительного масла. Что я сейчас сделаю? Сейчас я вот в эту воду добавлю сюда уксус пол чайной ложечки, пол чайной ложки и растительного масла пол столовой ложки. Жидкость у нас отдельно. И сюда можно добавить соль, чтобы она разошлась. Или же соль можно добавлять вместе с мукой. Это смотрите сами. Первое, что я сделаю, я сейчас муку просеиваю в чашу блендера. Сегодня я буду, потому что мой друг заскучал. Он обижается, что я его не использую. Поэтому сегодня мы будем работать вместе с ним. Так вот я насыпаю. Просеиваю муку. Знаете, что я вам скажу? Что просто когда-то я была связана с мельницей, то вот эта вот пыль мучная, она самая вредная. Если взять цементом какие-то эти, мучная пыль самая вредная. Поэтому будьте очень-очень осторожны. Так, я взяла насадку крюк. И сейчас сюда даже можно и желток добавить. Вот это все взобью. Потому что жидкость вот эту я буду добавлять частями. Потихонечку. Вот такая масса у нас получилась. Опускаю. Если вы замешиваете, точно так же. В миску муку. И потом по чуть-чуть добавляете жидкость. В три приема разобьем вот эту жидкость. Так, достаточно. Смотрите, у меня скомковало тесто. Это то, что мне нужно. Сейчас я беру коврик. Ой, по привычке взяла старенький. Чем этот микс? Видите, как он присасывается. Никуда не денется. И сейчас снимаю. Достаю. Вот в чем преимущество миксера. Видите, чисто. И уже всю грязную работу. Вот такую, что берется за руки. Там хватается. Все это сделал миксер. Теперь я соединяю все это тесто в один комочек. Если муки чуть-чуть не хватает, вы поставьте емкость с мукой рядом, чтобы хорошенечко все вымесить. Вот этого количества. Видите, тесто схватилось. И тесто очень хорошее. К цели у меня вот стоит мука специально накрытая, чтобы она была теплая, не холодная, не с улицы. И влажность у нее хорошая. Вот в такой емкости у меня есть мука. На кухне постоянно. Поэтому сейчас я вот чуть-чуть просто, как я говорю, присаливаем. И сейчас надо немножечко руками это тесто вымесить. Как бы вас миксер не месил, руки все равно нужны. Вот протягивайте. Здесь тесто должно быть такое. Ну, чуть, как на домашнюю лапшу, чуть-чуть может быть мягче. И вот я ее так, видите, ни муки, ничего не добавляю. Плошма вот так вот бью. И оно как бы вроде бы расправляется немножко. И тут раз перемяли. Ничего уже, смотрите, абсолютно ничего не берется. Тесто от этого отбивания становится очень классным. Минут пять подбивайте. Сначала бросайте, а потом вот берите за хвостики, вот так, как вытягивать. Вот. Видите, как будто бы вот так. Как раньше белье стирали. Так. Все. Даже вот так скатываю. Перемешиваю последний раз. Тесто от выбивания совершенно... Вы почувствуете, какая структура становится. Смотрите, все. Я вообще муки вот там я подсыпала. Все, больше я не использовала муку. И вот, смотрите, я вымешиваю. Ничего не берется вообще, не пристает ни к рукам, ни к этому. Я просто вам показываю, чтобы не было обмана. Что вот я сделала... Ага. Я все время показываю. Мне не нужно, чтобы people... People howl, как некоторые говорят. Мне это не нужно. Вот смотрите, какое тесто. Сказка. Так. И сейчас я в полиэтиленовый пакетик или вот даже у меня кусок фольги есть. В фольгу. И в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. Или если вы это делаете зимой. 5 градусов температура. На 1 час. Ну что. Время вышло. И сейчас я беру это тесто. Видите, у меня ничего не пристало. Ничего такого может от фольги. Чуть-чуть как... Влажненькое стало. Сейчас я чуть-чуть вот так вот перемешаю его. Ну тесто вообще просто сказочное. И здесь уже смотрите, как вам удобно. Ну понятно, что большим таким... Знаете, какое тесто. Посмотрите. Ой. Оно прямо... Прямо разговаривает. Я поделю на 4 части. Вот смотрите, какое оно на срезе. Пока 3 части можно положить в холод. Вот. Вы видите палочку, скалочку. Светочка, спасибо большое. Ибрагимова. Эта скалка специально для раскатки тонкого теста. Для всевозможных вот этих восточных сладостей. Для мантов. Нашей скалкой так не раскатаешь. И сейчас я должна раскатывать. Чуть-чуть подсыпай, если в этом необходимость будет. Конечно, если брать там тонкое тесто, то раскатывают на весь стол. Никакой вот этой клееночки не хватит. Но видите, как оно прямо так хватает напополам. Очень удобно. И сейчас моя задача... Сильно муку... Видите, ничего не пристает. Сильно муки не добавлять. Раскатываем. Как вы хотите. Круглое, квадратное. Это уже ваше личное дело. Вы смотрите, какое тесто. Оно просто замечательное. Оно вообще... Я вам не могу передать, какое оно классное. Ну все. Хватит разговаривать. Вы можете просто чуть-чуть... Можно стараться вот по этому раскатывать по рисунку. Смотрите, вот я раскатала, подтягивала. Очень тонкое тесто. Я вам не могу, что вы увидели, что это просто очень-очень тонкое. Еще даже вот подтягивайте. Когда вы будете заворачивать, вы тогда будете подтягивать. Можно вырезать по форме круглого. Но я вырежу прямоугольник. Такой кусок пергамента сейчас я вырежу. И вырежу ровненько. Чтобы у нас были ровные пластики. Вот так вот. Видите, вот это все. Посмотрите, какое тонкое тесто. Смотрите. Оно просто как бумажечка. Катается очень легко. Оно не прихватывается ничего. Но это... Конечно, старайтесь, чтобы как можно меньше шло на переработку. Вот так. И здесь тоже самое. Вот так подровниваю. Вот такие листы фила. Заготавливаем. Так. Теперь я беру... На пергамент. Сейчас я вот так его боками слиру. Чуть-чуть не хватает у меня. Нужно. Видите, получается, что так вот мы заворачиваем. Чуть у меня длинный пласт получился. Вот так мы заворачиваем. И у нас не склеивается лист. Видите, здесь именно пергаментом к тесту. Вот. И здесь я вот так вот заверну. Вот. Просто у меня здесь немножко получилось. Короткий я пергамент вырезала. Ну, я заверну сейчас еще в один. Все. И вот такие трубочки мы выкладываем в морозилку. То есть они у вас не слипнутся. У вас тесто с тестом нигде не пристает. Вот я сейчас вот это обрежу. Вот сейчас я вот так сделаю. Смотрите. Так. Сюда вот так подложу. То, что у меня не хватило. С любого положения есть выход. Вот так. Все. И теперь прижимаю этим тестом. Вот так. И теперь вот так вот. Раз. И все. И ничего не надо бояться, что это выпадет. Отправляю вот это все в холодильник. И раскатываю в следующий корж. Все. Вторая палочка готова. Здесь я уже не просчиталась с пергаментом. Вот последний я, наверное, раскатаю. Видите, это скалкой удобно брать, поднимать. Оно как простынь поднимается. Чуть подсыпать можно. Вот вообще без проблем просто. Ну, я вам скажу, что если у вас нет такой скалки, то не надо думать, что вы не сможете приготовить такое тесто. Легко. Легко. Просто немножечко может вам... Да вы приспособитесь. Все вот так пусть оно и будет. И теперь беру бумагу. Смотри, какая тонкая. Какое оно нежное, ребята. Какое оно нежное. Вообще. Ничего не рвется, ничего. Вот так аж разговаривает. Видите? Я мотаю без проблем. Просто без проблем. Вообще ни в чем. Зачем? Мне вот нравятся блогеры, которые показывают. Вот я приготовлю сейчас рецепт, используя тесто фило. Так вы же его сами готовьте. Зачем же вы покупаете в магазине и потом рассказываете, какие вы герои. Все. Смотрите. Полностью по пергаменту. Это круглый. Мы с него приготовим с вами обязательно изделие. Но нет, это не будет отдельным видео. Это будет продолжением этого видео. Моей задачей было показать, как готовится тесто фило. А начинки вы используете сами. Можете готовить соленые, капусту, картошку, грибы, мясо. Что хотите. Сыр. Но я сегодня приготовлю, так как я на диете, я взяла 100 граммов творога и одно яблоко. И яблоко натру на эту терку и будет эта начинка без сахара, ничего. Творог я не буду перетирать. Вот как он есть, так и есть. Вот такая начинка у меня будет. Я готовлю сегодня не закуску, я готовлю для себя как десерт. Все, быстренько перетираю яблоко. Так, все это в сторону. Тесто у меня разморозилось. Вот видите, краешек был не накрытый и чуть-чуть как бы потрескался. Но это не страшно. Вот так. И сейчас я разворачиваю пергамент. Такое тесто. Впоследствии. Все остальное нормально. Вы знаете, что тесто фило, вытяжное, оно очень такое хрустящее. Поэтому если завернуть рулет, вы будете нарезать, оно будет как бы ломаться. Я поэтому сделаю вот такие, как по типу круассанчиков, чтобы взять поштучно и кушать. Застилайте. Вот так. Все, поделила. Теперь беру яблочко. Надо, наверное, вот так вот сразу. Так, все, яблоко я выложила. Можно вот так прямо сделать. Не в полосочку, а вот так вот разложить. Это сахар. Это вкус и сахар нашего изделия, потому что мы сахар не используем. Ну, начиняйте, как хотите, ребят. Это я просто вам показываю, как делаю я. Быстренько, чтобы привязать к этому тесту, что же с него получится. И чуть-чуть корицы. Я люблю, как запахло хорошо. Так, и теперь выкладываю точно так же творог. Вот сюда. Все. И теперь заворачиваю. Ну, вот здесь вот, где у нас начинка, немножечко вот так я заверну, как пирожок. И дальше пойдет уже просто, как круассанчик. Вот такой вот у нас ролл. Ролл. Я его выкладываю на противень. Очень хорошо на бумаге. Вы крутите, как хотите. Все. Вот такие роллы получились. Я отправляю в духовку 180 градусов. Я думаю, минут 12. 10-12 будем смотреть по степени готовки. Смазывать яйцом я не буду, потому что это лишние калории. А вы там уже смотрите сами, как хотите. Сдаю свои десерты. Коричу, коричу, коричу. Вот такие они получились. Если вы смажете яйцом, они у вас будут намного красивее. Чуть выбежала начинка, но это не страшно. Ну что, мои хорошие, вот такие трубочки с теста фила получилось. Это у меня для диеты. То есть они более такие, знаете, менее калорийные. Вы готовите, я уже говорила, любые начинки. И что вам нравится. Давайте попробуем. Но главная задача этого видео, это чтобы вы научились самостоятельно готовить тесто фила. Вот я возьму, смотрите. Ну это просто немножко тут вот. Ну как есть, видите. И давайте будем пробовать. Оно уже не хрустит, потому что не горячее, полностью остыло. Когда с духовкой оно очень хрустящее. Очень вкусно. Понятно, что если у вас будет сладкая начинка, много начинки, совсем другое дело будет. Но это уже ваше, как говорится, дело. Все, готовьте. Вы видели, что готовится очень легко. И в холодильнике такое тесто, как палочка-выручалочка. До свидания. Желаю вам, чтобы у вас все получилось. Здоровья. До побачения. До новых зустречей.